Динамо ТВ 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 Хороший город, хорошие люди и хорошее жить. В этом году, как никогда, долго была очень холодная погода на улице. Испугался такой весны для себя? Страшно было, что так будет холодно всегда, как в мае, начале апреля? Ну, раньше, чем я приехал в Белоруссию, я думал, будет много холодно. Но я не думал, так долго холодно. Но когда я говорил с игроками, они сказали тоже за команду. Они тоже думали, что раньше не было так долго холодно. Так, с командой я поговорил, за них тоже это не нормально. Расскажи, что знал о Белоруссии до приезда к нам? О Белоруссии раньше не знал много. Но знаю за Лукашенко, знаю за футбол, знал за команды белорусские. Нормально, генерально, что надо знать, но нет много. Твой друг по сплиту, Максим Витус, наверняка тебе что-то про наш клуб рассказывал. Нормально, я у один интервью раньше сказал, я имал offer и последнее лето. Так, я говорил с Максом и лето, и сейчас на... в январ. И он сказал все хорошее и за команду, за тренера, за игроки. Так, когда говорил с ним, много легче было сказать, что я думаю о команде и сказать на концу да за Динамо Минск. Как тебе наш шампионат? Шампионат хороший тоже. Много бегания, много физических игр. В Хрватии, в Израиле чуть-чуть больше технически, тактически, но в Белоруссии много физических игр. Потом, први месяц, два, тоже тяжело. Было очень тяжело, да? Да, очень тяжело, очень тяжело. И преимуще для тебя? Да, сейчас нормально, знаете. После збора, одного збора, после второй збора, с тренером, с игрокими работали хорошие тренировки, тяжело тренировки и сейчас все нормально. Не было у тебя таких мыслей, господи, куда я попал, так тяжело, так много работаем? Нет, 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 нет. Хорошее было, что я имам здесь три Србина, которые тоже говорят наш язык и это было много легче за меня. Ты сыграл здесь десять матчей в Белоруссии. Какой из них ты помнишь лучше всего? Какой лучший? Да, для тебя. Не, я лучше играл или... Ну, какой вот больше всего помнишь? За меня я помню три мяч, потом это мой дебил, и еще на мой дебил я забил гол главом. И еще я играл Макс Виттус, был мой сопарник, это, как сказать. Такой мяч я найлучше помню. Ты говоришь, что первый матч твой дебил, да? Дебил, дебил. Дебил, вот смотри, вот когда ты вот в Белоруссии кому-нибудь оттаскаешь слово на улицу, он может сильно обидеться, потому что это такое островительное слово, да. Дебил. А как сказать дебил? Дебил это типа дурак. Да, знаю. Дебют, дебют. А, дебют? Дебют, да. Давай слово. Ты получил серьезное повреждение в матче с Минском. Твой сербский товарищ тебя там чуть ли не проткнул тебе шею. Как тяжело было играть во втором тайме? Не было тяжело. Я раньше тоже имал какой травмы, имал шва, четыре шва здесь, потом два здесь. Когда Минском парнике 8 швы здесь и шо на ногами, тогда это нормально за меня. Швы для тебя не проблема, ты боец. Нет, нет проблем никакой. Скажи, в детстве часто дрался? Часто дрался? Fight, fight. А, нет. Ну, понимаешь, когда надо чуть-чуть быть, когда не надо, но это нормально за футбол, знаешь. Тебя? Обычно, какая команда? Сильная команда, надо чуть-чуть быть, чуть-чуть мягче, и, как это за? Плохая команда, надо чуть-чуть мягче тоже быть, да. Какое прозвище тебе дали в команде? Как тебя называют здесь? Кличка, прозвище. А, и шо не имеем, но Гал, Галович, Нино, Хорват, тоже меня называли Србин, так да. А, это чуть-чуть шутка, но никакой специальной не имеем. А как же Ниночка? Ниночка это наша фитнес тренер Диана, так называли Ниночка, но так меня мама тоже называла. Да, раньше тогда Диана и мама, можно сказать так. Но я думаю, ты знаешь то, что в Беларуси Нино это женское имя. Серьезно? Ты не знал этого? Не знал. То есть, вот теперь будешь знать, когда тебя будут называть Ниночка, можешь так серьезно посмотреть на Диану и сказать, и что? А, нет, 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 то серьезно не знал. Как по-твоему, кто самый веселый парень у нас в команде? Веселый парень? Да, самый веселый. Саша Ниночок, он, Климович тоже, кто и что? Ва, хващ, кто, не знали много игроков. Надо сказать, хороши люди, хорошие игроки и хорошая атмосфера. Не можно никакого игрока специально сказать. Но три-четыре можно быть Саша Ниночок, Климович, хващ. Разговори, какой твой самый любимый футбольный клуб? Небольшое анкетирование устроен тебе? Треже вопрос, но... Динамо Минский, естественно. Нормально, нет, нет, это нормально, это первая команда. Когда я был маленький, я был фанатом Милана. Но сейчас итальянский футбол чуть-чуть плохой. Но я тоже люблю Милан. От хрватских команд я люблю мой последний клуб Сплит. И нормально, я из Сплита, а потом надо любить Хайдук Сплит. Любишь Милан, а как относишься к Роме? Я понял, скажи. Ты любишь Милан, а к Роме как относишься? Рома, футбольный клуб? Рома. А наш тренер был игрок Роме. Я надо сказать, я люблю Рому, я люблю Рому тоже. В финале Лиги чемпионов за кого будешь болеть? Наверное, за Ювентус. За Ювентус, итальянская команда потом. Чем любишь заниматься в свободное время? Твое хобби? Поешь, танцуешь, рисуешь, вышиваешь крестиком. Я люблю кофе, знаешь. Потом я люблю с другими пойти на кофе, чуть-чуть поговорить, чуть-чуть спокойно, солнце, кофе. Так, ритуал у Сплит, знаешь. И сейчас сказали три Србина, потом они тоже так любят кофе. И потом, в свободное время, я пойду с ним на кофе. Люблю посмотреть футбол на ТВ. Так да, это мое хобби. Ванно футбол. В Минске вкусное кофе? В Минске вкусное кофе. Сам надо знать, где идти. Что еще в Минске вкусное? Уже пробовал что-нибудь из белорусского именно? Серьезно, нет много. Потом, что мы имели тяжелее сборы. Один, второй. Потом шампионат. Потом, сейчас имели пять-шесть игр в один месяц. Чуть-чуть много. Потом я много не ходил по Минску. Бил три-четыре раза в город, в центр. И чуть-чуть кофе и пойду домой на остановление. Фильмы любишь смотреть? Фильм в театр ходишь? Да, нормально, конечно. Какой твой самый любимый фильм? Актер? Актер... Я люблю Роберт Денирова. Роберт Денирова. А фильм... Не можно сказать один. Я люблю много-много любимых фильмов. А какую музыку любишь? Музику любим... Party-музику, да? Любишь повеселее? Да, повеселее. И чуть-чуть любит рок. Радхочили Пепперс. То есть можешь исполнить Калифорникейшн? Да. Не исполнишь? Нет, но... Но спеть можешь вместе с караоке. Да. Караоке... Я сам делал караоке два-три раза потом. Надо чуть-чуть тренировать потом. Понял, что футбол для тебя на первом месте? Да, на первом месте нормально. Все правильно. Пожалуй, самый интересный вопрос от наших болельщиков. Его задала девушка с хорватской фамилией. Она интересуется про твои отношения. Спрашивает про твою девушку. Есть ли у тебя девушка? Хорошо. Да, нормально. Конечно. Девушка у меня... Это серьезное, как сказать... Отношение. Отношение, да. Хорошее. Серьезное отношение. И мы долго... Больше от два года. Так что это серьезная девушка. Как тяжело на расстоянии общаться с вами? Я в Хрватской живу в Усплите. А девушка в Осиеке. Это... 500 километра... Ого. Да. Потом... Мы знаем как делать и как жить на таком расстоянии. Это тяжело, но... И когда она приехала, когда я приехал к ней, это... Хорошее, знаешь. Потом... Ну, нормально. Человек... Когда тяжело, человек надо привыкнуться. Как сказать? Ну, привыкнуть, да. Да, привыкнуть, да. Скажи, какое у тебя впечатление сложилось о наших болельщиках на стадионе? Может быть уже кто-то подходил тебе автограф и брал после матча. Это нормально, это нормально. За футбол... Чуть-чуть... Ребенцы, потом... Старшие люди тоже за фото, за автограм. Но... Я... Я люблю тоже... Как сказать... Фанаты, кто... Как сказать... Чир, да. Поддерживают. Да, поддерживают. Я люблю такое, потому что у Кроватской многие такие фанаты. Я думал, тоже так здесь. И так у меня Макс сказал. И Майя, но я посмотрел... Есть проблема, да. Да, чуть-чуть проблема, но я думаю, будет хорошо. Угу. Я смотрю, у тебя майка с бейсболистами. Любишь бейсбол? Нет. Это сам майк. Только майка, только майка, да. А какой вид спорта еще... Ты любишь, смотришь баскетбол? Баскетбол, NBA. NBA. И за кого болеешь? Там, за Чикаго. Угу. А к нам на хоккей еще не успел сходить? Минска, Реда, Динамо? Нет. Нет, но Лукич сказал, не надо. Надо или не надо? Надо, надо, надо. Потом мы думали, когда лучше. Угу. Но будем, будем. Привет. Извините за мой хороший русский язык. И приходите на футбольный мяч против Бате Бориса. Смотрите Динамо ТВ тоже. Да. Он удушится запах audiobookовой п pozy. Cuоп correr на声ку. он решил помыть. Продолжение следует...